Всем привет, это Альфа Центавра и очередная подборка космических новостей за прошедшую неделю. Помните, что патроны получают доступ к таким роликам раньше всех, пристегните ремни и начинаем! Снова громкие новости к концу недели прилетают из Соединённых Штатов. На сей раз вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп поставил перед НАСО новую задачу — высадить американских астронавтов на Луне в ближайшую пятилетку. Любой ценой. Судя по всему, таким образом Трамп начал свою новую предвыборную кампанию, но этот аспект нас интересует меньше всего. Гораздо важнее здесь судьба завязанных на Луне проектов НАСА — лунно-орбитальной станции, корабля Орион и ракеты СЛС. По сути, ни одна из перечисленных программ не создавалась конкретно под высадку астронавтов на лунную поверхность. Как мы отмечали в одном из предыдущих дайджестов, по запросу администрации президента США финансирование СЛС должны были снизить. Однако обсуждения в Конгрессе ускорения темпов лунной программы на первый взгляд вырождаются в увеличении финансирования проекта ракеты СЛС, чтобы сроки её полёта не слишком затягивались. Кроме того, появилась вероятность, что коммерческие ракеты не примут участие в миссиях, запланированных для СЛС. Что касается высадки на поверхность, любимый вами Илон Маск уже успел отметиться в Твиттере, сказав, что SpaceX Starship будет способна к назначенному сроку доставить людей на Луну. Нам кажется, что в США начинается кулуарная борьба между президентом, человеком, исторически задающим направление космической программы, и Конгрессом, органом, который на эту программу выделяет средства. Конгресс настаивает на дополнительном финансировании СЛС и окололунного проекта, в то время как Трамп хочет бросить все силы на лунную высадку. Своё мнение успел высказать и президент марсианского сообщества Роберт Зубрин — он в очередной раз призвал вообще отказаться от строительства ЛОПГ и заняться строительством базы непосредственно на поверхности нашего спутника. Во что выльются все эти разборки и споры, мы узнаем в ближайшие месяцы. Очень уж время поджимает, и надеемся только, что общий знаменатель, который обязательно будет найден, не пойдёт космической программе во вред. 27 марта Индия вступила в маленький клуб стран, показавших в деле противоспутниковое оружие. С полигона на острове Абдул-Калам была запущена ракета, успешно сбившая спутник на орбите высотой 300 км. Хотя сам аппарат официально не называли, любители быстро его определили — это небольшой индийский аппарат Microsat-R, выведенный на орбиту в начале года. Премьер-министр Индии сказал, что теперь страна утвердила себя в качестве космической державы. С другой стороны, события можно охарактеризовать так — Индия намусорила в космосе. Просто посмотрите на эту симуляцию разброса обломков. Аналогичные китайские испытания в 2007 году оставили после себя облако из тысяч обломков, которые ещё не скоро сойдут с орбиты. Хотя в случае Индии спутник-цель был на достаточно низкой высоте, поэтому получившийся мусор должен сойти с орбиты и сгореть в атмосфере в ближайшие недели и месяцы. По этой же причине обломки не будут представлять опасности МКС, которая находится выше на сотню километров. Да и мусора получилось меньше, чем у Китая. Космическое командование ВВС США сообщило, что отслеживает около 270 обломков. Немецкое космическое агентство начало исследовательские работы по созданию возвращаемой первой ступени. Идея состоит в том, что ступень ракеты после выполнения своей основной задачи маневрирует благодаря аэродинамическим поверхностям и подхватывается самолётом. То есть не тратит топлива на возврат. Проект рассчитан на три года и называется Falcon. И нет, это не шутка, они правда назвали возвращаемую ракету Falcon. Ждём, когда анонсируют создание корабля Dragon. А если без шуток, то, конечно, желаем Германии удачи. Чем больше в мире появляется космических игроков, тем лучше для нас с вами. Ещё один запуск, но неудачный, произошёл у китайских частников, о которых мы говорили в предыдущих двух выпусках. 27 марта стартап OneSpace запустил свою первую орбитальную ракету OSM-1. Никаких трансляций, конечно же, не было, но вот вам видео от одного из свидетелей события. Это твердотопливная ракета из четырёх ступеней, которая по планам должна выводить чуть более 180 кг на низкую круговую орбиту высотой 400 км. В первом полёте был и пассажир — кубсат китайской компании Zero-G Lab, которая планирует развернуть группировку из 132 спутников для съёмки Земли. Но кубсату была не судьба оказаться на орбите. Вскоре после отделения первой ступени ракеты потеряла ориентацию и полёт закончился аварией. Как говорил один мудрец, неудачи не должны останавливать, они должны стимулировать развитие. Ладно, это я только что придумал, но OneSpace желаем не расстраиваться, не останавливаться и развиваться. Помните, год назад прогремела новость о том, что вместе с американским марсоходом Mars 2020 на Красную планету может отправиться небольшой вертолёт? Так вот, проекту окончательно дан зелёный свет. Результат шестилетней работы небольшой команды инженеров весит около 1,8 килограмм. Его фюзеляж имеет размер немногим меньше футбольного мяча, а двойные лопасти, вращающиеся в противоположных направлениях, будут крутиться с частотой в 3000 оборотов в минуту, что примерно в 10 раз превышает скорость вращения лопастей земных вертолётов. Это связано с малой плотностью марсианской атмосферы — рекорд высоты полёта вертолёта на Земле составляет около 12 километров. С учётом плотности марсианской атмосферы, если перенести эти условия на Землю, вертолёт должен уметь летать на высоте более 26 километров. Чтобы заставить аппарат летать в таких экстремальных условиях, конструкторам пришлось сделать его максимально лёгким и максимально мощным одновременно. Буквально только что, в момент, когда мы пишем этот сценарий, аппарат провёл испытания в вакуумной камере и подтвердил свою готовность к настоящим полётам на Марсе. После того, как Mars 2020 окажется на поверхности планеты, начнётся поиск идеального места для запуска. Затем вертолёт будет изъят и установлен на марсианский грунт, а марсоход отъедет от него подальше. Учёные проведут проверку всех систем и лишь после этого через марсоход будут переданы команды для старта первого в истории автономного полёта на другой планете. С нетерпением ждём 2020-го и держим за нас кулачки. Первый полностью женский выход в открытый космос отменили. Стоит сразу сказать, что специально женским этот выход не планировали, просто так случайно сошлись графики ротации астронавтов на станции. Во время недавнего выхода в открытый космос Энн Макклейн осознала, что ей будет удобнее работать в скафандре меньшего размера. Скафандры NASA для выхода в открытый космос состоят из отдельных частей — торс, руки и ноги, которые собираются в целый скафандр. Вот и оказалось, что для Макклейн удобнее было бы работать в торсе среднего размера. Хотя на Земле Макклейн тренировалась как в большой части, так и в средней, удобство работы по-настоящему можно оценить только в невесомости. Плюс за время пребывания в невесомости размеры тела меняются из-за перераспределения жидкостей и выпрямления позвоночника. Об этом у нас недавно было видео. Более того, вопрос удобства — это ещё и вопрос жизни астронавта. Например, если скафандр великоват, то будет сложно дотянуться до регуляторов на груди, с помощью которых контролируется температура внутри скафандра. Напомним, что Макклейн отправилась на станцию 3 декабря 2018 года, то есть она провела в невесомости около трёх с половиной месяцев. Сейчас на МКС есть только один подготовленный скафандр с частью среднего размера, которую по плану оденет Кристина Кук. На подготовку другой части скафандра, необходимого Макклейн размера, пришлось бы потратить не меньше 12 часов, но в ближайший месяц на МКС очень плотный график работ и прибытия грузовых кораблей. Поэтому, несмотря на то, что такая часть для скафандра есть на МКС, ближайший выход в открытый космос для замены батареи выполнят Кристина Кук и Ник Хейк. Макклейн же выйдет в открытый космос ещё раз 8 апреля вместе с канадским астронавтом Давидом Сенджаком. Чрезвычайная новость! Именем верховного руководителя Альфа Центавра призываю вас всех подписаться на наши социальные сети. Все ссылки на экране. На очень большом телескопе-интерферометре Европейской Южной Обсерватории приёмник Gravity выполнил первые прямые наблюдения экзопланеты методом оптической интерферометрии. Интерферометрия — техника, позволяющая астрономам создавать телескопы большей разрешающей способности, комбинируя друг с другом несколько телескопов меньшего размера. Эта новая техника наблюдений представляет уникальные возможности для исследования характеристик многих известных экзопланет. На экзопланете обнаружена сложная атмосфера с железо-силикатными облаками — там бушует буря планетарного масштаба. Экзопланета HR 8799i у молодой звезды главной последовательности HR 8799 была открыта в 2010 году и находится на расстоянии около 129 световых лет от Земли в созвездии Пегаса. HR 8799i — планета типа сверх-Юпитер. Ничего подобного ей в нашей Солнечной системе нет — она одновременно гораздо массивнее и гораздо моложе любой планеты, обращающейся вокруг Солнца. Этому младенцу среди экзопланет всего 30 миллионов лет, и это позволяет получить из её наблюдений уникальную информацию об образовании планет и планетных систем. Условия на её поверхности весьма негостеприимные — нерастраченная энергия, её образование и мощный парниковый эффект нагрели планету до температуры около 1000 градусов Цельсия. Полученный результат продолжает впечатляющую цепь открытий, сделанных с приёмником Gravity, в которую вошли такие прорывы, как выполненные в прошлом году наблюдения газовых вихрей, движущихся со скоростью в 30% скорости света в непосредственной окрестности горизонта событий сверхмассивной чёрной дыры в центре нашей галактики. Будем ждать новых открытий. Телескоп Хаббл заметил формирование новых штормов на Нептуне. Первый из них был замечен ещё в октябре 2018 года. Специалисты проанализировали фотографии, сделанные между 2015 и 2017 годами и не нашли крупного тёмного пятна, которое появилось в 2018. Вместо него были заметны небольшие ярко-белые облака. Исследователи определили, что данные облака состояли из кристаллов метанового льда и находились на больших высотах. Облака, согласно предположению учёных, собираются над формирующимся штормом, прежде чем тот станет заметен для наших телескопов. Это позволяет предположить, что такие крупные тёмные пятна формируются глубже в атмосфере, чем предполагалось. Ещё одно небольшое астрономическое открытие совершила команда исследователей из Калифорнии. Используя метод Доплера и прямые изображения, астрономы нашли компактного спутника близлежащей звезды HD 118-475. Наблюдения показали, что объект движется по орбите в 2070 дней на расстоянии около 3,7 астрономических единиц от звезды. Исследователи посчитали, что минимальная масса новоиспечённого спутника составляет около 0,44 массы Солнца, а самой системе около 4,1 миллиарда лет. Метод Доплера позволяет обнаруживать экзопланеты за счёт изменений в движении их родительской звезды. Причём даже в тех случаях, когда излучение этой звезды не позволяет наблюдать планету в доступных нам диапазонах. Умер советский космонавт Валерий Быковский. Он входил в число первых 20-ти лётчиков, отобранных для полётов в космос, то есть был участником самого первого отряда космонавтов. Первый свой полёт Валерий совершил полёт 14-19 июня 1963 года в качестве пилота корабля Восток-5. Всего на его счету три полёта общей продолжительностью более 20 суток. К звёздам. За несколько часов до выхода дайджеста американская частная компания Rocket Lab наконец запустила ракету-носитель электрон с демонстрационным спутником DARPA R3D2. Видео старта на вашем экране. Сегодня же ожидается выход в открытый космос на МКС. Его совершат Кристина Кук и Ник Хейк. Они займутся заменой устаревших батарей. Из запуска в ближайшую неделю нас ждёт китайский великий поход 3B 30 марта, индийская PSLV в новой конфигурации 1 апреля и два старта союзов 4 апреля. Один из них с грузовиком на МКС. Вообще 4 апреля будет насыщенным. Израильская посадочная платформа Bereshit выйдет на орбиту вокруг Луны, японский зонд Hayabusa-2 выстрелит зарядом в астероид Рюгу, чтобы сделать искусственный кратер и через несколько недель после этого собрать образцы грунта из кратера, и начнётся второе сближение зонда Parker Solar Probe с Солнцем. Отдельно хочу поблагодарить наших патронов на Патреоне, ведь именно благодаря им выходят такие дайджесты. И напоминаю, что пополнить ряды Альфачей вы можете, перейдя по ссылке в закреплённом комментарии. Будьте голодными, будьте безрассудными и подписывайтесь на Альфа-Центавру. До встречи!